Всем привет! Сегодня хотел оставить отзыв о своей первой иномарке. Много времени с тех пор утекло. На момент покупки моему Passat было уже больше 20 лет. Сейчас этим машинам уже по тридцатку. Но этот седан от Volkswagen можно увидеть до сих пор на улицах любого города. Хотя казалось бы, ничто не вечно. Но есть автомобили, которые реально живут долго. И мой бывший B3 является рекордсменом среди автомобилей-долгожителей. Мы вечные. Мы появились здесь 7 тысячелетий назад. Они до сих пор бегают по нашим дорогам. Да и на сайтах по продаже автомобилей их можно найти. Вот, кстати, фотографии моего Passat. Были и видео, но со временем они были утеряны. Да и эти фото были взяты с моего Drive 2, в котором я уже давно не сижу. Чтобы начать свой отзыв, хочется прильнуть к истории седана от Volkswagen. Как вы понимаете, B3 это уже третий Passat. Но что же было до него? Passat B1, то есть это первый Passat, который появился в 1973 году. Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Audi 80, он стал настоящим прорывом для Volkswagen в бюджетном классе. Для него все подобные машины концерна имели двигатели с воздушным охлаждением и довольно-таки скромные характеристики. Passat предлагал больше и до 1981 года их было произведено более 2 миллионов экземпляров. А с 1980 по 1988 год на конвейере стоял Passat B2. Еще более успешная модель, которую собирали в Бразилии до 2006 года. А доблестные силы Поднебесной не могли отказаться от выпуска B2 под местным именем Santana аж до 2013 года. В 1988 году появился наш B3. Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то мой первый Passat B3 отличался от предыдущих автомобилей кардинально. Дизайн стал более современным, изменилась ходовая часть. Но самое главное, в достаточно широкой линейке двигателей появились инжекторные моторы. Наравне с ними остались и карбюраторный, и моно-впрыск, и дизельные, в том числе турбированные силовые агрегаты. Что же касается моей машины, то она была 1990 года выпуска. Хе-хе, хорошенькая. Купил я ее тогда где-то за 130 тысяч рублей. В долларах на тот момент это было где-то 4,5 тысячи. Ее пробег по спидометру был около 200 тысяч километров. По факту, думаю, было 300 плюс тысяч. В тот момент за 20 плюс лет жизни пробег явно неоднократно скручивали. Единственным плюсом было то, что машинка долгое время ездила по Германии. Мотор стоял самый распространенный и один из самых надежный. Бензиновый с индексом RP, объемом 1,8 литра. Его мощность была 88 лошадиных сил. Здесь отметим, что в немецком каталоге обозначено 90 лошадиных сил. Ну а в документах кому как повезло. У меня было 90 лошадей в ПТСе. Что по двигателе? Моно-впрыск, Бош, вещь вполне надежная. Да и сам мотор, не имея каких-то выдающихся характеристик, отличался очень высоким ресурсом. За весь пробег двигатель не попросил дорогостоящего ремонта или хотя бы замену поршневых колец и прочих деталей, подверженных усиленному износу. Что в нем могло сломаться? Но это меня не коснулось. Во-первых, это пропуск резинового кольца. Да я лучше гонзон на голову надену, чем обручальное кольцо на палец. Между впрыском и выпускным коллектором. Такая распространенная неполадка лечится заменой кольца, стоимость которого всего-то рублей 150-200. Другой не самый живучий элемент, регулятор холостого хода. С ним чуть сложнее. Оригинальная деталь стоит около 10 тысяч рублей, но аналог при желании можно приобрести и за полторы-две тысячи. По большому счету это все, что обычно выходит из строя на этих моторах. Заставить владельца Passat ехать в сервис может только ремень ГРМ, который менять все же приходится. Но даже в сервисе за эту работу просят вполне скромные на сегодняшний день деньги. Причем сам ремень и ролик тоже стоят недорого. На чем тут можно хотя бы что-то сэкономить, так это на замене масла. Синтетику в этот мотор лучше не заливать, а вот полусинтетическое масло 10W40 подойдет как нельзя лучше. Поэтому берем 4 литра масла и фильтр. Но тут пока и в свое время именно на этот автомобиль свалилась острая нехватка денег. И когда подошло время менять масло, у меня попросту не было денег на обслуживание авто. С трудом хватало налика на бензин. И я проездил почти два года на одном масле. Благо пробеги у меня были тогда небольшие. Но тем не менее масло превратилось в гудрон. Опа, видишь это? Вот вижу. Да и вообще здесь нормальный масло. Конечно с поправкой на то, что масло я все-таки менял зимой. Летом оно было бы пожиже. Но надо отдать должное, мотор даже не пикнул. Ну а вообще на B3 ставили просто горвую уйму моторов. Помимо 1.8, моторы объема от 1.6 до 2.8 литров. Мощностью от 75 до 174 лошадей. И чтобы у вас было побольше лошадей, советуем вам подписаться на наш канал. Поставить этому видео лайк и написать комментарий. Тоже не забудьте. Заранее спасибо. Наверное обо всех моторах рассказывать нет смысла. Из примечательных моторов есть к примеру такой мотор. 1.6 литра моно впрыск на 125 ньютонов и 75 лошадиных сил. Он оказался слабеньким для Passat и поэтому также устанавливался на Seat и Polo до 96 года. Единственный плюс, что клапана однозначно не гнет. Вообще моно впрысковый двигатель довольно распространенный на B3. Все эти двигатели надежные, неприхотливые и долговечные. Можно сказать тяжело убиваемые моторы. Но ввиду небольшой мощности динамика с ними у Volkswagen Passat B3 не слишком высока. Также есть такой двигатель как 2i. Можно сказать один из самых удачных двигателей Volkswagen Passat B3 начала 90-х. С таким двигателем можно уверенно чувствовать себя на дороге. Как-никак 11,5 секунд до 100 км в час и по 200 км в час максималка. И при этом он прост и дешев в обслуживании. Проблема двигателя, которая чаще всего встречается, это неустойчивый холостой ход по вине датчика или регулятора холостого хода. К конструктивным недостаткам можно отнести массу между аккумулятором и двигателем. Крепится к двигателю болтом. При откручивании его иногда забывает повесить массу. И при попытке запуска двигателя стартерный ток идет через контрольную впрыска, который сгорает. Также примечательными являются 16-клапанные двигатели Volkswagen Passat. 1,8 литра механический впрыск KG-Tronic и 2,0 литра впрыск KE Matronic. Мне за эту разработку такую премию дадут. Они немного проблемнее, чем остальные. Типичные проблемы неустойчивый холостой ход на ранних выпусках, течь масла из сальника трамблера и прочие недостатки. Самые мощные моторы Volkswagen Passat B3 это 1,8 литра на 160 лошадиных сил. Устанавливался на B3 и полноприводные версии Passat Synchro. Также очень интересный двигатель это 2,8 литра, 174 лошадиные силы, тот самый VR6. Это самый мощный мотор, устанавливаемый на Passat B3. Разгон до 100 км чуть больше 8 секунд, что для начала 90-х просто ураганная цифра. А для конца 80-х так подавно. Также на автомобиль Volkswagen Passat B3 устанавливались и дизельные версии двигателей 1,6 и 1,9. Конечно моторов было больше, но смысла о всех рассказывать я не вижу. Так что поехали дальше. Куда хотите поехать? Печальная область, тоскливый район, город Грусть, проспекта разочарования, дом 13. Трансмиссия. Уже первые Passat можно было купить как с механической коробкой передач, так и с автоматической. У меня стояла 5-ступенчатая механика, которая не ломалась и вроде не собиралась. Сцепление у меня тоже прожило все время владения, но говорят оно выходит из строя. Но при правильной эксплуатации довольно редко, запросто может пройти по 200-300 тысяч километров. Что же касается автомата, то он надежный, но возраст берет свое. При правильной эксплуатации и своевременном замене масла он может отторобанить больше 400 тысяч. Как вы понимаете, это как раз реальный пробег многих Б-третьих. И тут, так сказать, лотерея. Все-таки МКПП с таким возрастом, как ни крути, будет надежнее. Но вот если автомат отремонтировали недавно и все сделали грамотно и с гарантией, то до продажи вам должно хватить АКПП за глаза, ходовая часть и тормоза. И задние и передние подвески Б-3 достаточно просты и надежны. Давайте обратим внимание на то, что передние рычаги к большому пробегу бывают настолько уезжены, что их придется менять. Если же с ними все в порядке, то из элементов, требующих внимания, остается лишь шаровая опора. Она крепится болтами, менять ее несложно, отдельно от рычага. И стоимость операции недорогая. Задняя подвеска Passat B-3 зависимая. Чаще всего требуется замена амортизаторов. На седане, как был у меня, замена амортизатора обойдется дешевле, чем на универсал. Что же можно сделать самому? Теоретически почти все. Особенно если у вас растут руки из нужного места. У меня, к сожалению, чаще при самостоятельном ремонте получалось что-то сломать, а не чинить. Есть, исчезает. Горим тебя, блядь. Что по внутрянке, салон автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным. Или как-то иначе, в подобном ключе. Он прост, утиритарен и по-немецки строг. В поездке машина ведет себя очень неплохо, несмотря на преклонный возраст. Особенно если за машиной следили. Особенное удовольствие доставляет подвеска. Яма она глотает неплохо. Но и валкой или ватной ее назвать трудно. Но в общем, автомобиль более предполагает спокойную езду. А для любителей сжечь резину, были УБ-3 моторы и посерьезнее, чем 1.8. Отметим качество салона. Даже на хороших колдобинах нет скрипов и сверчков. Что после моего отечественного автомобиля под названием Москвич, меня просто подвергало в шок. Первая мысль была, вот это иномарка, блин. Больше никаких отечественных автомобилей в моей жизни не будет. Хотя через длительный период случилась Волга. Но она тоже фактически иномарка. Внутри Б-3 тихо. Хотя мотор довольно голосистый. Счист ремня Гура, конечно, напоминал себе спишем на его износ или слабую натяжку. А недовольное урчание механизма в крайних положениях ремня на возраст. Да и звук от машины напоминал звук от машины DeLorean из Назад в будущее. Видимо, насос Гур тоже издавал свои звуки. На заднем ряду очень много места и создается ощущение, что все компании после выпуска Passat B3 забыли, что так можно сделать, не называя автомобиль лонгом. Также спинки задних сидений складываются, добавляя объем и так немаленькому багажнику седана. Если бы не излишний аскетизм, то салон бы был совсем неплох. Все, что здесь есть, подсветка, ручные стеклоподъемники и ручная регулировка зеркал. Так говорится, полный вислопакет. Но работает безотказно. И кроме лампочек подсветки ничего не требовало замены. Конечно, в более богатых комплектациях было всего побольше. Но у меня, к сожалению, было вот так. Очевидных эргономических просчетов обнаружить не удалось. Все педали и рычаги на своих местах. А руль особенно хорош. Мелкий, удобный обод. Даже намека не дает на какой-то косметический износ. Качество тут еще то, как у настоящих немцев. К кузову, конечно, приходится труднее всех. Крылья ржавеет, низ дверей ржавеет, крышка багажника ржавеет, пороги ржавеют. Днища тоже гниет. Я сам лично неоднократно ездил в такси на B3 Universal. Так получилось, что в моем городе по работе возили по спецзаказу. Кто не знает, это бартер компании и такси за разные услуги. То есть бесплатно я катался. Так в этом бедном фолике, в зависимости от глубины луж, поднимался уровень воды в салоне. Днища у того фольксвагена просто не было. Мне же повезло больше. На моем фольксвагене было и днища, и пороги. Но уже ржавел багажник и крылья. Вообще поломок на моем B3 было немного. И серьезно сгорали мозги. Просто издал влаги. Был период в марте месяце, когда 0 градусов сменялось минус 15 и наоборот. Видимо это как-то сыграло роль, что влага все-таки добралась до платы. Мозги просто сгорели. И машина осталась не на ходу. Еще у меня жарким летом перегревался бензонасос. Просто стоял в пробках и вроде бы выскочил на трассу. И начал гнать. И оп, машина встала. Но к счастью ненадолго. Бензонасос остыл и больше меня не беспокоил. Также было обедание, относящееся к самой машине. Но относящееся к ее возрасту и отсутствию сигналки. Это были наркоманы, дети и воришки. Машина уже тогда довольно старенькая, угловатая. Всем своим видом показывающая, что ей много лет. И она стоит недорого. И стала центром притяжения всяких, извините, тварей. Мне приковыряли в разных местах города просто все замки. Машину неоднократно пытались скрыть. На парковке кипермаркета просто приковыряли дыру в замке багажника. И даже уже открыли его, но что-то спугнуло злоумышленников. После случая с багажника я в Б3 ничего ценного не возил. Даже насос был ручной от старой Волги. А так в основном автомобиль служил верой и правдой все это время, когда я на нем ездил. И очень сильно остался в моей памяти. Потому что это как-никак первая иномарка. А первая иномарка это самый лучший автомобиль. Даже лучше самого первого автомобиля. Конечно, если у вас первый автомобиль не иномарка. Извините за каламбур. Ну и так, финалочка. Само собой требовать от 30-летнего автомобиля многого не приходится. Но, во-первых, он ездит и возит своего владельца. Во-вторых, не обдирает его как липку. При выборе Б3 нужно хорошенько рассмотреть его комплектацию. Моторов на них ставили много. И все они имеют свои тонкости. Машины с бензинами 1.6 литровыми моторами все-таки слишком уж медлительны. Да и на стройке их карбюраторов дело муторное. Повторю, что моно-впрысковые моторы более надежные. Но они не для гонщиков, которым будет приятнее увидеть под капотом 16-клапанные агрегаты. Объем 1.8 или 2 литра. Мощность которой достигается 136 лошадиных сил. Машины с мотором VR6 сейчас уже найти тяжеловато. Да и время все равно берет свое. И мощность, и надежность уже не те. Были и дизельные Passat, правда довольно маломощные. Также стоит помнить, что стоимость ремонта и обслуживания сильно зависит от того, насколько пламенный мотор стоит у старого Passat. Прилично будут отличаться цены и на некоторые работы, связанные с заменой ремней и роликов машин с кондиционером и гуром или без них. Также сильно отличается от всех этот Passat с VR6. Просто суемость запчастей, сделанных именно для этого Passat. Да и ремонт на него будет стоить гораздо дороже. Да и найти все запчасти на него нужно постараться. Но то, как быстро Passat B3 сдастся и начнет развалиться, в большей степени зависит от умственного развития его владельца. Хотя скрывать не будем, потенциал у B3 высокий. Быстро его разломать будет тяжело. Но возможно, особенно через 30 лет после выхода его с конвейера. Так что покупайте только правильные автомобили. Всем пока. Здравствуйте. Это передача Топ Гир и его ведущий Джереми Кларксон. Хочу предложить вам подписаться на канал Александра Ржевского. Да, подписывайтесь на канал и ставьте этому видео лайк.